Привет, это ИПшники, подкаст для бизнеса, который делают предприниматели. У нас сегодня в гостях, как всегда, замечательный человек, который сейчас сам представится и расскажет вообще, чем он занимается, и поподробнее просто про себя. Да, всем привет, меня зовут Владимир Бугаевский, и я являюсь коммерческим директором Оборот.ру. Ну, я не знаю, на правах рекламы или нет, но чем мы занимаемся. Оборот.ру был основан в 2001 году, это отраслевой портал по интернет-торговле. Собственно говоря, в 2001 году еще интернет-торговли-то не было, а наша дирекция уже тогда уловила тренд, и мы с этого момента об этом писали. С 2005 года мы являемся продюсерами самых крупных ивентов по e-commerce, это выставка e-commerce и конференция электронная торговля. Наверняка многие из вас у нас были или хотя бы слышали про нас. Так, на самом деле у меня второй вопрос был как раз про то, чем занимается Оборот.ру. Ну, в принципе, я думаю, всем понятно, кому непонятно, могут зайти на этот портал и понять. Ну, давайте еще раз. Первое, мы являемся СМИ, отраслевым порталом про интернет-торговлю, все, что касается интернет-торговли, пишем, мы про это пишем. И второе, мы являемся продюсерами ивентов по интернет-торговле. Ну, кстати, по себе хочу сказать, что для меня, наверное, вход в e-com, ну, такой отчасти такой прям серьезный, он начался как раз с выставки e-com-expo. Вот, за что отдельное спасибо, потому что я как бы у себя на канале тоже про это всегда говорю, что если человек занимается e-com, он должен быть там обязательно. То есть, это выставка, которая проходит раз в год, да, по-моему, всего? Пока да. Вот. И там собираются, ну, просто абсолютно все компании, которые хотят, ну, как бы развиваться. И я вот помню первый свой опыт e-com-expo, это я приехал, тогда еще в Сокольниках было. И я просто, я задолбал там два дня абсолютно всех экспонатов просто своими вопросами. А чем занимаетесь, а что делаете, как делаете? Я уехал оттуда, ну, во-первых, с огромным чемоданом раздатки, вот, и уехал как раз с огромным количеством мыслей, которые, ну, реально можно воплощать в реальность. Потому что, ну, помимо того, что там есть какие-то, ну, просто, типа, там, SEOшники, доставщики, там есть, ну, реально интересные компании, которые, блин, ну, я не знаю, типа, я помню в свое время это примерка обуви прям на ногу при помощи смартфона, да. Друзья, вашим клиентам наверняка удобно покупать через Инстаграм. Давайте будем честны, продавать вашим менеджерам там не очень удобно. Потому что, если у вас несколько Инстаграм-аккаунтов, как у меня, у вас несколько менеджеров, то давать каждому из них доступ к своему Инстаграму, ну, это прям такое себе. Потому что, как минимум, за это вас Инстаграм может заблокировать. Но в Retail CRM вы можете легко автоматизировать ваши продажи. К тому же, вы можете совместить в одном окне все диалоги из всех социальных сетей и мессенджеров. Retail CRM позволит вам собирать информацию о клиентах, а если клиент уже совершал покупки ранее, то увидите его прошлые заказы. Прямо в Директ вы сможете отправлять карточку товара в пару кликов. При этом, при подключении служб доставки и платежных систем, вы сможете отправлять трек-номер для отслеживания посылки и выставлять счет для оплаты. Сообщения клиентов не останутся без ответов благодаря индикатору диалогов. Продвинутые маркетинговые инструменты позволят вам сегментировать ваших клиентов. Retail CRM использует официальную интеграцию с Инстаграм, а это значит, что никаких сбоев и никаких блокировок с вашим аккаунтом не случится. А чтобы прокачать ваш скилл, Retail CRM подготовили специальный гайд о продажах в переписке. Забирай гайд по ссылке в описании. Я помню в свое время это примерка обуви прям на ногу при помощи смартфона. Ну сейчас это уже не такая уж экзотика. Да, сейчас это уже не такая экзотика, но тогда это было ни хрена себе. То есть я помню я себе там еще купил 3D, которая штука фотографирует в 3D. Это была 3D студия для 3D съемки. Я помню я ее купил, она такая увесистая штука, я был на поезде, я короче с этой штукой по вокзалу просто вот я с ней ходил, 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 блин, припер ее в орел, блин, на себе, на своем горбу. Поэтому если вы не бывали еще там ни разу, то вам обязательно стоит там побывать, учитывая, что билет туда бесплатный. Пока что да. Да. Окей. Давай я тебя немножечко перебью. Смотри, ты начал с того, что это мы показали тебе там дорогу в мир e-commerce. На самом деле это не так. Это не мы показали, это жизнь тебе показала. Да. Вот просто да, часто бывает так, что наша выставка, она как раз бывает той первой или второй ступенькой, по которому начинается это восхождение. Потому что, ну, увы, или к счастью, сейчас это уже становится элементом мастхэв для любой торговли и даже производства. Да, и более того, опять же, ну вот как по мне, то есть я человек с региона, я из Орла. То есть у меня был интернет-магазин, да, он работал, но пока ты варишься вот в своем каком-то котле там в маленьком городе и у тебя из знакомых нет ни одного человека, у которого нет интернет-магазина, который ничего не знает ни про эквайринги и так далее, то тебе попросту даже не с кем пообщаться. А приехав туда, ты можешь там, ну, вполне себе, да, там начать с кем-то заобщаться, получить контакты, получить предложения, поэтому считайте, как хотите, реклама или нет, но я каждый год туда езжу и в этом году я даже снимал оттуда ролик. Я думаю, многие из вас его видели, хотя не многие, там просмотров не так много. Да, у нас сегодня тема такая, мы сегодня хотим поговорить про тренды интернет-маркетинга в 2022 году аж, потому что это будет горячий заголовок, его все будут смотреть, его все будут слушать. Ну, я так надеюсь, конечно. И первый у меня вопрос такой, на самом деле стоит ли вообще сейчас какому-то малому предпринимателю заморачиваться и заходить туда, либо уже все там давно убито, все там уже, я не знаю, там тяжело, конкуренция просто трындец, не как в 2001 году, да, имеет ли смысл вообще в Яком сейчас идти? Не, ну, конечно, сейчас это уже не тот голубой океан, который был в начале нулевых, вот, но, с другой стороны, это уже становится must-have, как в свое время стал двигатель внутреннего сгорания. То есть, тогда же не было вопросов, что вот смотрите, вот вы ездите на лошадях, там появились какие-то компании типа там Ford и Mercedes, которые уже там все ниши заняли, или General Motors, вот, и туда заходить бесполезно. Вот, ну, если вы хотите в этой, ну, в торговле вообще существовать, да, для вас это обязательно, именно это направление развития и стоит рассматривать как, ну, одно из основных. Отлично, кстати, сравнение с голубым океаном. И в плане голубого океана я бы как раз хотел спросить про тематику маркетплейсов. То есть, маркетплейс это сейчас голубой океан или уже давно нет? Маркетплейс это новое гравитационное поле. Дело в том, что вот в 2019, благословенном 2019, допандемийном году, мне удалось побывать на выставке в Мюнхене, интернет World Expo, где я почувствовал очень большой контраст по сравнению с тем, что видел у нас на рынке. Вот, ну, о чем я говорю. Там было порядка 400 стендов, примерно на 60 или на 70 процентов было написано одно слово, называется это слово «Амазон». Вот, для Амазона, API под Амазон, интеграция с Амазон, там, фулфилмент под Амазон, там, стандартизация под Амазон. Вот, и тогда, ну, вот, стало понятно, что, ну, наш рынок традиционно идет с некоторым отставанием под 5-7 лет, вот, и стало понятно, что эта доминанта, она в том или ином виде обрушится и на наш рынок, вот. Оно, собственно, произошло, но оно произошло в несколько ином виде, да, то есть у нас сейчас несколько, не один какой-то глобальный игрок, под которого все подстраиваются. У нас есть конгломерат, и это очень хорошо на текущий момент, конкурирующих, не взаимоисключающих при этом игроков, которые, ну, да, они меняют ландшафт рынка, они меняют его архитектуру, вот, ну, они создают канал продаж. Ну, а что касается возможностей маркетплейсов, ну, тут, конечно, зависит от ниши. Ну, а вообще, маркетплейсы и e-com, это одно и то же, или это немножечко другая история? Ну, это один большой диджитал-канал, то есть с разными механиками, ну, на мой взгляд. Хорошо, проговорился по поводу выставки в Европе, и вот у меня такой вопрос. Вообще, все развитие e-com, то есть вообще, ну, как по мне, бытует мнение, что в России развитие e-com, оно сильно лучше, нежели в Европе. Это так или нет? Вот как человек, который бывал, я просто никогда не был в Европе, и тем более на выставках e-com, вообще, там как, там где лучше e-com, в России или в мире? Тут важно не где лучше, а где больше денег, больше денег там, соответственно, интенсивность заказов и, ну, монетизация трафика, да, там, естественно, приносит, наверное, приносит какие-то большие бонусы, там, да, магазинам и сейлерам. Вот, я не знаю, какие там косты, я не знаю, там, какие там, ну, режимы налогообложения, наверное, они там во всех регионах Европы как-то по-разному строятся. Я не знаю, какой итоговый профит у сейлера, вот, но однозначно можно сказать, что рутинизация покупок там на текущий момент выше, вот, то есть рынок в этом плане более развитый. Вот, что касается технологических решений, чего-то такого, вау, зачем мы ехали на самом деле посмотреть, что там ребята делают такого, что вот не делают у нас там по персонализации, там, да, по бигдате и так далее. Ну, я бы даже сказал, что, ну, извините за плохой французский, мы бы дали просраться еще тем людям. У нас был проект на эту же выставку в 20-м году, это, кстати, отдельная хорошая история, вот, вывести блок наших технологических решений, то есть среди них были там и логистика, там, и разработка, вот, и СААС-решения, вот. Вот, но, увы, за день, за день, чтобы было понятно до вылета, вот, объявили локдаун уже в Мюнхене. Зашибись. Вот, и выставку отменили за день, у нас были куплены билеты, водка, самовар, там, пряники и так далее, ну, чтобы сделать хороший, красивый русский стенд, вот. Но, увы, пандемия внесла свои коррективы. К чему я это говорю? Потому что технологически наши решения, они, как бы, стоят, ну, в таком случае, в одной линейке, вполне себе конкурентоспособные. Вот, рынок там более развит, да, за счет того, что народ уже больше приучен заказывать через интернет, для них это стало нормой, вот, и за счет того, что там гораздо больше денег. Ну, по поводу больше денег согласен, просто, я не знаю, ну, я вот подписан на некоторых, там, европейских блогеров, скажем так, и, ну, у них же нет такого Сбербанка онлайн, как у нас, у них же нет Яндекс, там, доставки, у них нету Деливери Клаба и так далее, ведь, ну, в таком, в виде, как это есть, там, у нас, ну, и в частности, в Москве, это же просто вау, мне кажется. То есть, у них Еком, в итоге, мы у них копируем все, или они у нас? Нет, ну, тут, смотри, здесь есть такое понятие, как, ну, в четырнадцатом году, там, элемент железного зановося чуть-чуть опустился, да, в частности, ну, на мой взгляд, поэтому к нам не пришел Амазон, который бы здесь все, ну, переломал и перерушил бы, вот, и строил бы все по-своему. Вот, рынки развиваются по-разному, вот, у нас есть свои, там, нормы по законодательству, по фискализации, да, это вот, к слову, Сбербан онлайн, да, это, я думаю, что мы еще с этим столкнемся, когда нам всем зададут вопрос, откуда, поясните природу ваших переводов. Вот, пока что государство этот сектор не очень сильно трогает, что касается, там, уберизации, вот, то, что ты говоришь, там, Яндекс.Доставка и так далее, не, ну, такая история, она, в принципе, уже везде есть, вопрос, кто первый. Тут уже, наверное, не очень важен, потому что, ну, мы живем в обществе, где мгновенно модель копируется, там, важно, чтобы она просто легла на правильную инфраструктуру, вот, что эта инфраструктура была, там, ну, для нее френдли. Ну, просто, да, просто, знаешь, как, часть людей думает, что у нас все идеи сворованы с запада, а есть часть людей, которые говорят, что все технологии чуть ли не у нас там написаны, и все только туда. Тут воровство, вот, неправильное термин, да, там, скопировано, да, там, своровано, ну, наверное, тут не совсем корректно было бы. Такого, что, вот, я приехал, туземец с золотом, который сейчас будет меняться на бусы, такого ощущения у меня не возникло, что я, там, в другую цивилизацию попал, да, ландшафт другой, вот, во многом благодаря Амазону. Интересно, вот, допустим, занавес опустился, а вот в Украине Амазон как? А вот это я прокомментировать не могу, я, увы, за всеми русскоязычными рынками следить пока не получается. Я думаю, что там проще с этим, но это мое, как бы, такое мнение на уровне ощущений, надо проверять. Ладно, хорошо, ну, смотри, так как мы говорили про тренды маркетинга, давай прям вот пять топ-трендов для интернет-маркетинга в 22-м году, которые вот прям будут заходить. Слушай, ну, вот у меня про тренды именно маркетинга, мне трудно будет сказать, я бы сказал, скорее, про тренды E-кома. Давай, давай. Ну, если что, накидывай. Значит, ну, первый, безусловно, это мы все уже про это сказали, что маркетплейс как канал продаж. Второй момент. Ну, если эту тему развивать, то мы будем говорить и про статистику на продаж на маркетплейсах, и про многие другие механики, связанные с ними. Будет, безусловно, специализация маркетолога под работу с маркетплейсом, то есть тут уже нужны другие компетенции, нежели они были у контекстника и SEOшника. Наверное, этим ребятам будет быстрее немножко их освоить, там, в силу, там, ну, какой-то смежной специфики. Вот, но специализация однозначно потребуется заточенная под маркетплейсы. Ну, второй момент, D2C, то есть Direct to Custom, то есть мы должны понимать, что производитель сейчас во время пандемии очень хорошо понял, что мы, зависеть от розницы, вот, очень, ну, так сказать, яйца, это складывать яйца в одну корзину. Вот, и производитель сам пошел напрямую в продажи, вот, он попробовал маркетплейсы, вот, сначала все вроде бы цифры были красивые, особенно если смотреть по количеству проданных товаров, вот. Но потом стало выясняться, что, оказывается, тут и комиссия, типа, тире, 25, 30, 40 процентов, и под акции ты попадаешь, вот. Ну, и, то есть, профит получает какой-то, на самом деле, другой дяди, ну, или тетя, там, все мы знаем, про кого говорим, Татьяна, привет. Вот, и тут встает уже вопрос, а надо ли торговать, ну, надо ли вот как торговать на маркетплейсах? Ну, да, наверное, надо. Надо ли формировать свой собственный диджитал-канал и иметь прямую коммуникацию с клиентом? Да, надо, вот, то есть, в принципе, это, на самом деле, второй и третий тренд маркетинга, да, то есть, формирование диджитал-канала. Ну, четвертый тренд, ну, я бы не сказал, что это прям тренд-тренд, вот, но, скорее, это старая тенденция, которая приобрела новые краски, да, это работа над LTV. Наверняка, вот, все сейчас почувствовали на себе, что контекст стал, сука, дорогой, трафик стал дорогой, прям больно стало от того, насколько стоимость получения заказа выросла. Ну, вот, отсюда история, что, ну, продать и забыть, ну, как схема шаурмана в вокзале, да, она не работает, да, то есть, ты платишь за трафик для того, чтобы получить, на самом деле, клиента, списать, ну, срисовать с него какие-то данные и дальше продать ему, чтобы он там встроился в какую-то когорту периодических покупок, там, где это возможно, вот, и уже дальше продавать, продавать и допродавать, да, то есть, стоимость первичного лида, она уже не совсем должна биться с экономикой вот этой покупки, вот этой первичной, да, то есть, мы сюда закладываем стоимость для продолжения, ну, дальнейшего сотрудничества с конкретным индивидом. И пятое, слушай, ну, я тебе тут перечисляю на самом деле не тренды, вот, а те, как моменты, которые, ну, в разрезе маркетинга, да, заиграли новыми красками вот в существующей реальности, это, конечно же, построение брендов, это, опять же, стало такой важной штукой для того, чтобы как-то отстроиться от маркетплейса, то есть, если ты придаешь свои, там, не знаю, кресла, там, или бензопилы, вот, через Вайлбери, Сазон, там, или еще через какие-то, там, Яндекс.Маркет, да, то тебе нужно, чтобы уже они там по прямому вхождению как-то искались, там, не знаю, там, кресло, бархат, там, бензопила, дружба и так далее, да, чтобы человек это искал и заходил уже не на маркетплейс, а к тебе на сайт, вот, и чтобы у тебя с ним коммуникация выстраивалась прямая, и чтобы… И в долгую, главное. И в долгую, да, что, вот, и для того, чтобы маржа, она все-таки хоть иногда прилипала к тебе родному. Ну, классно на самом деле, то есть, по поводу маркетплейсов и производителей, прям, вот, следующий подкаст, который я сегодня буду писать, придет человек, который прям мне в WhatsApp жестко бомбил по поводу комиссии, не выкупов и так далее, он производитель, он начал продавать, как и я на маркетплейсах, и я понял, вот, ну, то есть, опять же, по маркетплейсам, у меня тоже есть отдельный вопрос, и он звучал так, то есть, это враг интернет-магазина, который его убьет, или это просто друг, который тебе повысит выручку? Сейчас, у меня тут какой-то анекдот по этому поводу назревает, вот, значит, приходит известие о том, что должен случиться еще один всемирный потоп, вот, ну, лама, папа, римские, там, прочие религиозные лидеры, там, обращаются к своей паспе, там, лама говорит, давайте уйдем в Нирвану, вот, значит, папа говорит, слушайте, ну, есть необходимость всем начать молиться, там, вот, а главный раввин говорит, евреи, у нас осталось три дня для того, чтобы научиться дышать под водой, вот, ну, маркетплейсы – это новая реальность, да, то есть, с ними придется существовать, воспринимать их какой-то как враждебный элемент для интернет-магазина, вот, ну, это бессмысленно, потому что, ну, вы не можете вступить в конфронтацию, там, ну, с составом кислорода, там, или с гравитацией, да, тут необходимо выработать свою политику и начать подстраиваться, то есть, если вы себе, там, из какого-то принципа, да, там, объявив врагов, матеркетплейс, обрезайте себе канал продаж, ну, это, по-моему, не совсем про бизнес, вот, если же вы, наконец-таки, ну, понимаете, что, там, ряд ваших товарных категорий, там, да, если вы перепродаете, да, там, и то, если эта маржа позволяет, можете продавать там ради увеличения объема, там, не знаю, ради, ну, в принципе, попасть на витрины маркетплейсов, если бренд уникальный, там, да, то это тоже, там, элемент маркетинга, вот, то, ну, надо это делать, да, если, там, экономика, ну, совсем никак не сходится, ну, надо качать свой канал продаж или смотреть другие ниши, ну, то есть, это инструмент, это новый инструмент, он обоюдоострый. Ну, да, согласен полностью, причем, вот, ну, по себе скажу, я очень тоже такие правильные мысли услышал, то, что надо ли делать свой e-com, когда есть маркетплейсы, и тут люди как раз делятся на два, да, то есть, да, слушаю. Не-не, ты развивай мысли, я дополню. Да, то есть, грубо говоря, то, что у меня есть знакомые, кто говорит, да нахер все эти магазины, это надо людей, аренда, то, сайт, SEO, это, это. Я вот на маркетплейс сдал, все, мне денежка капает, и все норм, да. Я же, например, я тоже, я сдал, ну, купили, что-то купили, что-то не купили, деньги приходят, что-то непонятное, да, то есть, ну, начинаешь ковыряться, ну, вроде как, да, а вроде как понимаешь, что, ну, товара не хватает, и мне его гораздо выгоднее продавать через свои каналы, да, то есть, через ту же самую SEO-шку, через подписчиков, да, там, во ВКонтакте, в Инсте, потому что это выходит выгоднее, потому что, во-первых, у меня нету кассового разрыва, я сразу деньги получаю, да, то есть, у меня, ну, у меня есть узкое горлышко в плане поступления товара, и если, допустим, я его сдал весь на маркетплейс, по тому же самому там ФБС, я не могу продать своим людям, которые пришли ко мне и стоят с денежкой, говорят, вот вам денежка, дайте товар, а ты говоришь, извините, у меня нет. Поэтому, да, тут надо, на самом деле, как мне кажется, просто для себя выбрать удобную позицию. То есть, у нас вот на данный момент в магазине мы часть товара, прям вот ходовую на маркетплейсах, мы прям туда грузим и продаем. То, что ходовое у нас, мы туда даже не грузим. Мы даже отключили это по ФБС и просто продаем по своим, потому что нам и так самим не хватает этого товара. Слушай, ну, здесь вступают в силу такие законы, как математика раз, оперативное управление два, ну, то есть менеджмент два, то есть смотреть ситуативно. Если ты производитель, который там может произвести сколько чего угодно, там в любом количестве и лишь бы объем был, то тут надо качать оба канала. Ну, опять же, если на это есть операционные ресурсы, да, то есть качать свой канал, это на самом деле тоже очень дорого. Конечно, 100%. Дорого, геморройно, вот, ну, по мне так необходимо. Да, ну, то есть если вы про стратегию и про игру в долгую, вот, то, ну, вам это надо. Ну, да, учитывая, что если вот у меня купили кимоно на маркетплейсе и все, да, то есть, ну, заработал я с него там типа там 500 рублей и все, то если я продал сам, то как бы чувак попадает в воронку и он у нас покупает, покупает, через год, через два покупает. И вот об этом тоже надо на самом деле задуматься, потому что завтра придет какой-нибудь чувак, который поставит на маркетплейсе цену на 20 рублей дешевле, чем у вас, и большая часть людей... Или картинка у него будет. Или картинка у него будет красивее. И он будет покупать там, ему срать он хотел на свой бренд. В связи с этим у меня такой как бы вопросик по поводу LTV. Вообще, какие-то, может быть, есть новшества в Ecom по поводу LTV? Потому что сама по себе история, что реклама стала дорогой, я думаю, это ни для кого не секрет, и то, что на зарубежных рынках это уже давно так, там давно никто не окупается с первого раза, и отчасти это классно, потому что многие игроки рынка, которые, я не знаю, заливали бабки в Яндекс.Директ и продавали там на Лендосе, просто убивая там тем самым рынок, да, не понимая, сколько они заработали, они сейчас просто все отвалились. Да, слушай, ну кейсами по LTV успешные, так сказать, селеры, интернет-магазины, там, умниканальные ритейлеры, они делятся крайне неохотно, потому что, ну тут вступает в силу там старая донская поговорка, да, нашел молчи, потерял кричи, вот. Поэтому если у кого-то что-то получается там по-новому, да, то мы узнаем уже об этом спустя там несколько циклов, когда, ну технология уже перестает быть какой-то коммерческой тайной, вот. А что касается, ну каких-то новинок и ноу-хау, ну тут, наверное, лучше обращаться к специализированным сервисам, да, то есть у нас есть такие игроки, как, например, там Retail CRM, да, которые очень круто умеют с этим работать, вот. Есть там сервисы типа Mindbox, вот. И тут уже надо, ну, смотреть бюджет, там, насколько технология подходит под размер магазина. Если это маленький магазин, ну, слушайте, ну, здесь реально ручное управление, там, если у вас там до 30 заказов в день, раскидайте по Excel, там, сделайте периодично, здесь пока трудно что-то нового сказать, там, когда уже пошел и объем, и база выросла, там, и, ну, что-то похожее там на сегментацию автоматизированную, ну, такая потребность появляется, да, то здесь, конечно, лучше заморачиваться на, либо своего маркетолога, там, нанимать, ну, это, сука, дорого, вот, либо обращаться в специализированные сервисы. Вот у нас прямо на сайте expert.oborot.ru за последнюю выставку больше 250, там, разнонаправленных историй, наверняка что-то найдете. Хорошо. Ну, по поводу бренда теперь хотел бы поговорить. Знаешь, слышал такую поговорку, что личный бренд убивает корпорации. И вот по себе скажу, что у меня, ну, почти все мои магазины, они выстроены, исходя из моего личного бренда. То есть я везде в главной роли, но если личный бренд ты прокачиваешь, то мне кажется, эта история не совсем будет, она масштабируема, потому что, ну, ты один человек и так далее. То есть, и вот, в частности, мы, ну, в магазинах там экипировки, то есть изначально это был мой личный бренд, и мы потихоньку перетекали в бренд именно компании, да, то есть название компании. Вот. Вообще, вот построение бренда, это дорогая штука, или здесь достаточно какой-то своей личной харизмы и запоминаемости? Ну, здесь либо долго, либо дорого, либо то и другое. Либо ты в это валиваешься ресурсом, каждый день планомерно этим занимаешься, тратишь на это то время, которое мог бы потратить на что-то еще, ну, то есть вопрос альтернативных издержек, да, вот сколько бы за это время ты мог бы заработать в другом месте, вот, или на другом участке. Либо ты, ну, платишь кому-то за это, и этим занимаются люди профессионально. Ну, в идеале это и сам занимаешься, и тобой занимаются. Ну, просто зачастую у как бы малого бизнеса, вот прям малого-малого, да, вот, у них нету бюджетов там нанять к себе маркетологов, штат тем более, вот, потому что хороший маркетолог тоже стоит хороших денег, а плохие маркетологи так лучше вообще, мне кажется, и без них. Нет, здесь выбор-то на самом деле никакой нет дилеммы. Вот, потому что если у тебя есть харизма, если ты хлебалом умеешь торговать, ты торгашь, ты им обязан торговать. Ну, да. Так что, друзья, здесь никакой альтернативы нету. Поэтому, наверное, участие вот подписчиков в бизнес, может, и не получается, потому что они просто не торгаши по натуре. Ну, может быть и так, может быть и так. Так что если вы в школе что-то продавали, да, и у вас это хорошо получалось, вполне, может быть, яком к вам зайдет, да? Да, да, это я могу по своему опыту сказать. Согласен. Так, смотри, очень всегда большую долю выставки прям занимает логистика. Да, вот прям, ну, я не знаю, не львиную долю, но прям очень много всегда занимает логистика. Совершенно верно. Что может поменяться в доставке в 2022 году? Вот какие есть, может быть, новости, да, там, вот именно в логистике? Потому что, ну, как по мне, честно вот говоря, человек, который, там, заключен договор несколько лет со СДЭКом, в основном, работает со СДЭКом, заключен договор с АМЛ, но с ним не работает, вот. Как бы почта вроде тоже каждый раз она все лучше-лучше, но что-то не особо и лучше. Что вот поменяется? Потому что, как по мне, за последние годы особо ничего у меня не поменялось в доставке. Так, ну, смотри, этот вопрос нам задают регулярно. Почему так много логистики, зачем ее столько, вот, и что там вообще может меняться? Если у тебя объем, какой у тебя объем заказов, если это не коммерческая тайна? Не, не коммерческая, все зависит, там, опять же, есть разные магазины, разные доставки, от 500 до 1000 в месяц. От 500 до 1000 в месяц. Ты на себе это вряд ли сможешь как-то ощутить, потому что при 20-30 заказах в день, ну, для тебя это просто окошко, куда ты сдаешь товары и ждешь бабки, если это не предоплаченное. Если предоплаченное, то просто сдаешь товары, там, ну, и там, в одном, в двух из ста случаев, там, ругаешься с клиентом, почему не доехал, а потом ругаешься с логистикой. По факту в логистике сейчас будут происходить очень большие изменения. Ну, просто пандемия, она стала катализатором этого процесса, потому что еще о чем в 14-м, в 15-м, в 16-м году мы вот с ребятами из InSales на нашей какой-то очередной пьянке рассуждали и прогнозировали, да, что станет must-have. Это same day, я прям англицизм заговорил, и доставка, ну, доставка день в день и доставка ко времени. Вот, сейчас мы видим, что это происходит на глазах. И эти элементы, они у всех больших крупных компаний должны будут появиться. Да и у мелких тоже региональных игроков они появляются, у них маневра просто для этого больше. Это первый момент. Второй момент, то, что болит у всех, это спектр услуг, да. То есть, помимо курьерки, многим нужен fulfillment, там, складское хранение, там, палетное хранение, вот, отгрузка, там, по разным направлениям бизнеса, да. То есть, это может быть в розницу оффлайновую, может быть, по онлайн-каналу. Это совершенно разные процессы. Может, там, синхронизация с Почтой России, там, ну, например, у СДТ, там, есть отделение Почты России прямо на складе, да. Это все, как бы, расширение функционала, и на больших объемов это прям архивлияет. Вот, я понимаю, что когда у вас, там, ну, наверное, не 30 заказов в день, но когда 10 заказов в день, там, и вдруг СДЭК не приехал, вот, и до заказа, там, по Москве, ну, хер бы с ним. Ну, сел бы ты сам за руль, да развез бы, там, если кто-то прососал где-то, там, из, ну, курьер, там, да, забор не сделал, вот. Ну, на объеме, там, 50-100 заказов в день уже, да, там, у таких условно маленьких магазинов, это уже не работает, вот. Вот, поэтому, еще, что у всех болит, это автоматизация и синхронизация остатков, вот. И, по большому счету, сейчас экспоненты, они, ну, показывают, какой, ну, какой этот функционал появляется у них, вот, для того, чтобы, ну, было понятно, с кем, ну, у кого он есть. Вот, то есть выставка для этого, так, лучший, так сказать, инструмент, как для посетителя, так и, собственно, для компании-поставщика услуг показать. Да, смотри, просто, вот, на самом деле, сейчас задам частые вопросы, которые, вот, мне задают прям подписчики, и, отчасти, я хочу на них сам ответить, а потом, чтобы ты ответил. То есть, вот, первый вопрос, наверное, самый частый, что, типа, как я могу, блин, продавать, как я могу конкурировать с маркетплейсами, когда у них бесплатная доставка. На что, как бы, я им всегда говорю, ну, во-первых, она бесплатная для покупателя, а не для вас. Вы-то за нее всегда, во-первых, заплатите, а во-вторых, вы заплатите комиссию, если вы вычтите вот эту доставку и комиссию, вы также можете бесплатно вполне себе и доставлять. Вот, что ты ответишь на это? Слушайте, ну, нету вопроса, как я могу конкурировать, ну, неправильно поставлен вопрос, как я могу конкурировать с маркетплейсами. Если у тебя небольшой нишевой магазин, я не знаю, чего, там, пультов, там, телевизоров, бутылок для воды и так далее, ты можешь только сосуществовать с маркетплейсами, ты не можешь с ними конкурировать. Конкурировать, это значит, там, ну, бороться за место под солнцем. Они уже это место, ну, свое взяли. И отнимают еще каждый раз. Ну, нет, они не отнимают, но они просто, ну, тот ресурс, который в e-com прибавляется, да, там, за счет новых пользователей, там, и так далее, вот, они его просто, ну, быстрее жрут, чем ты. Вот, ну, там, условный интернет-магазин. Вот, поэтому тут только смотреть, как сосуществовать. Ты не выиграешь борьбу у маркетплейсов. Сто процентов, да. Вот это надо понять. Ты можешь просто сделать так, чтобы, ну, к тебе приходили, у тебя, там, конверсия была, там, ну, вместо 1, ну, 0,9, там, стало 1,5. Вот, за это можно побороться, там, или 1,1, там, тоже, кстати, неплохой был бы результат. Вот, и второй момент, чтобы выживать в эпоху маркетплейсов, там, и хорошо себя чувствовать. Ну, надо понимать, что ты должен продавать не только товар, но и услугу, сервис, и экспертизу. Ну, вот это, кстати, да, это мы про это уже говорили. Этот маркетплейс этого никогда не даст. Сто процентов. Мы вот про это говорили, когда у нас был выпуск про маркетплейсы, то, что у многих людей, на самом деле, от маркетплейсов есть негативные ощущения. Потому что, во-первых, ну, на ВБ получают что-то неоригинальное, и виноват-то кто? Не продавец ИП, там, какой-то, да, а виноват Вайлдберрис. Вайлдберрис поставляет фигню. Плюс к этому, опять же, вот, у меня тоже спрашивают, вот, у меня экипировка для единоборств, да, типа, да вот, они лучше на ВБ закажут. Я говорю, ну, не знаю, у меня, как бы, сотрудники, они, во-первых, все сами из единоборств, да, и они сами в этом разбираются, и они вам точно подберут тот размер, какой надо, скажут, какие перчатки тебе точно подойдут, и не придется их возвращать после первой тренировки. И в этом, как бы, наш плюс, вот. А по поводу доставки, просто, опять же, вот, пример с пультами, да, то есть, допустим, у меня свой маленький магазин пультов. Вот, я недавно к себе варил, заказывал пульт. Пульт стоит, типа, 300 рублей, и мне доставку дешевле, чем 200, ну, блин, не может никто предложить. А на маркетплейсе ты можешь его купить с доставкой 0 рублей. Ну, а за чей счет банкет? Не, ну, там же просто, допустим, вот, опять же, мы экипировку также отправляем через Вайлдберрис, там доставка, типа, 50 рублей. Причем она может 50 рублей быть и в Камчатку 50 рублей. Вот, и я в Камчатку за 50 рублей кимоно, блин, я не знаю, никак не отправлю. Вот, то есть, с этим просто не конкурирует, просто начать считать, если у тебя математика не сходится, и никто у тебя не покупает эти пульты без маркетплейса, ну, значит, нахер. Какая дорога. Да, значит, либо тебе на маркетплейсе, и тебя, если там математика не сходится, ищет что-то другое. Да? Как-то так. Я примерно это и пытался сказать. У тебя это лучше получилось. И следующий такой вот, тоже частый вопрос, с которым, ну, я не так, на самом деле, сильно сталкиваюсь, но, знаешь, много людей пишут, типа, вот, я хочу там начать свой бизнес, но я живу в селе, там, Какашкино, какой-нибудь там, не знаю, Томской области. Как мне, блин, сделать свой e-com? И таких же людей, на самом деле, это много, то есть, если мы когда говорим, доставка в день в день, это хорошо для Москвы. Но, блин, люди хотят сделать себе, у всех же, опять же, да, то есть, о e-com как? Это, мне не нужен офис, мне не нужен магазин, мне просто, у меня есть интернет, и я все, могу продавать. Но, когда они начинают, сделали там свой сайт, что-то настроили директ, они начинают, а, блин, а как я свое села Какашкино отправлю, там, только почта есть, блин, и стоит эта почта, будет очень дорого. Для таких людей выход какой? Не, ну, для таких, смотри, тут немножко, отмотаем назад. Вот, если человек задает вопрос, как мне начать свой бизнес, вот, это вопрос, дайте мне волшебную таблетку, вот, сейчас спойлер, волшебных таблеток не существует, вот, поэтому, ну, наверняка есть какая-то идея, да, там, есть какой-то товар, есть какое-то УТП, да, есть понимание рынка спроса, да, а дальше, ну, собственно, включается та самая пресловутая математика, которую не все в школе любили, да, я, кстати, тоже не любил, и, ну, надо садиться считать. Ну, я сейчас, как и рецепт дал из серии «Не делайте плохо, делайте хорошо», вот, но оно, как-то, вот, мы и заключается, ну, тут нужен конкретный кейс. Ну, тут, на самом деле, вот, опять же, да, я таким людям привожу простой пример, то, что, вот, я сейчас, там, я не знаю, подкаст, я живу в Орле, да, но я подкаст записываю в Москве, да, и, типа, почему, вот, мне тоже, давай в Орле будем записывать, я говорю, ну, в Орел, во-первых, кто приедет в Орел на подкаст, с кем я поговорю в Орле, кого люди знают во всей России из Орла, да, и где я возьму студию подкаста в Орле? Возможно, что это УТП, потому что у меня, например, два года не было отпуска из-за этой грёбанной пандемии, и вот, я бы сейчас специально отпросился бы в небольшую командировку в Орел бы. Ну, боюсь, это не сработает. Не, и как бы тут я... Не факт. Да, ну, и тут, на самом же деле, вот, ну, простой ответ, что, ну, нет, ну, едь в Москву делай, я не знаю, фулфилмент сделай, да, то есть, ну, а какие варианты у тебя есть? Просто смотри, тем, кто хочет начать, я начинал, я могу об этом отдельно рассказать, вначале, ребята, всё сложно, вначале экономика, ну, либо сходится плохо, либо, ну, не сходится, либо трещит по швам, ну, то есть, да... Либо ты её не считаешь. Либо ты её не считаешь, нет, либо ты вначале её реально, ну, в натуре не считаешь, потому что, ну, рассматривайте это как тестовый период перед более капитальными вложениями, то есть, если у тебя нету, если ты живёшь в небольшом населённом пункте, где только есть отделение Почты России, никого СДЭКа, там, Боксбери, ещё чего-то нету, ну, значит, судьба тебе в 5 утра садиться на автобус, ехать до населённого пункта, где есть СДЭК, там сдавать, а потом ещё полгода, когда ты это делаешь сам, не плакать, что оно так происходит дальше. Ну, а дальше уже договариваешься с водилой автобуса, вот, как довозить до пункта, там, сдачи, приёмки товаров, там, вот, ну, и потихонечку, полигонечку всё это превращаешь в процесс, забыв про деньги на этот период. Ну, да, на самом деле, я тоже так вспоминаю, мы когда вот начали запускаться, у нас был там СДЭК, много посылок, и вот с этими мешками мы просто пешком ходили в СДЭК, да, потому что их до хрена, да, тяжело, да, курьер, там, платный вызов там нет, ну, потом доросли до того, что, как бы, к нам курьер бесплатный. Там приезжают, да, там, в любой день, в любое время без проблем. Хорошо, согласен, то есть, на самом деле, правильные все мысли того, что народ просто хочет себе какую-то волшебную таблетку, и у него витает в глазах, что всё легко, нам об этом на курсе рассказали. И интернет же есть везде, поэтому я сделаю свой магазин, и у меня будет до хера бабла, а я буду на Мальдивах, но это не так. Ну, это не совсем так, то есть, ты сделаешь свой интернет-магазин, у тебя будет до хера бабла, и на Мальдивы, если они тебе нужны, хотя я бы лучше на Онежское озеро поехал бы. Или в Орёл, да, или в Орёл, да, всё будет, но для этого надо пробовать ошибаться, работать, рисковать, вот, ещё раз ошибаться, начинать сначала, то есть, будучи уже топ-менеджером в своей компании, да, я, чтобы вам было понятно, вот, вставал рано утром или ложился поздно вечером, и сам гонял на заказы, когда у меня был свой бизнес. Давай мы тогда про твой бизнес, раз уж зашла речь, что у тебя был за бизнес, что у тебя есть за бизнес, вообще, вот, знаешь, ну, я знаю, что у тебя есть свой бизнес, потому что хуже всего слушать людей те, которые рассказывают про бизнес, при этом им не занимаясь, да, то есть, у тебя какой бизнес вообще? У меня есть свой бизнес, сейчас я про него говорить не буду, у меня был свой бизнес, это моя, ну, такая любовь, у меня до сих пор фантом наиболее по нему, вот, он успешно работает, Я его очень люблю, но по ряду обстоятельств я из него вышел. Это был магазин о ритуальных принадлежностях. Винки, кресты и прочие атрибутики. Еком. Еком, чисто Еком, 100% Еком. Так, ну и что хочешь сказать про этот бизнес? Потому что, знаешь, у меня у знакомого тоже есть друг, который занимается этим бизнесом. И там вплоть до того, что, знаешь, жена юморит, типа в TikTok с витками там снимается и так далее. Нет, ну смотри, сфера такая, что в ней юморить не особо хочется. Не потому что ничего не приходит на ум там или становится очень грустно. Ну, просто надо понимать, что люди, которые к тебе обращаются, ну, надо всегда плясать от клиента. Человек, который к тебе обращается там, даже если это какой-то дальний родственник или коллега там, или сосед, или там двоюродный брат, троюродной сестры. Вот, ему как бы, ну, в этот момент не до шуток. Так, поэтому, ну, если ты хочешь мыслями срастись с клиентами, то, ну, здесь шутить не надо, хотя бы каких-то прикольных историй было достаточно. Вот, ну, здесь надо просто плясать от потребности клиента. Вот, ну, как бизнес, могу сказать, что в первую очередь это была услуга. Вот, потому что, когда мы в него заходили, ну, немножко такая история, да, когда мы в него заходили, конкуренция была, ну, практически на нуле. То есть, часто мы, часто историей было, когда из PDF, ну, вместо странички с товарными карточками, да, была отсканированная PDF-ка из каталога, там, с венками, там, или с крестами, размещенная, там, ну, на нескольких страничках с подкатегориями. Вот, то есть, не было, там, многих понятия, как корзина, ну, или было, она не работала и так далее, вот. И, ну, сказать, по правде, когда мы туда ворвались, то, ну, немножко взорвали танцпол, и, ну, сейчас этот рынок, ну, не побоюсь этого слова, изменился во многом благодаря, ну, вот, заданному нами стандарту. Ну, и там доставка день в день точно была. Доставка, не, смотри, вот в плане доставки, кто сейчас вот подумал, о, прикольные ниши там, вот сейчас там я там все скаю, да, там маржинальность хорошая, это все, ну, спору нету, вот, это самый адовый товар, который можно только доставлять, потому что это доставка либо день в день, либо next day, вот, это габаритный товар, вот, это доставка ко времени, и, причем, время это всегда примерно одно и то же. То есть, если у вас там пять заказов, вот. Заказов, блядь, как это, блядь. Я просто не могу слушать про это. Пять заказов на одно время, блядь. Да, пять заказов, то тебе нужно оказаться в четырех или в пяти разнонаправленных местах в Подмосковье. Ты понимаешь, да, то есть там Долгопрудный, где-нибудь там, ну, на Ваганьковском в центре Москвы кладбище, там, на Хованском, это все вот разные, реально разные концы. Это надо отдельный подкаст про это записывать. Ну, пожалуйста, давай сделаем, там, рассказыв, там, часа на три, наверное. Так, и дальше? Вот, это в плане операционном, это была просто какая-то адовая ниша. Я сначала, у меня кровь из глаз, из ушей шла, пока мы не наняли первого курьера, когда поняли, что, ну, дело как-то пошло. Ну, то есть мы щупали там ниш, категории, там, вида товаров, поставщиков и так далее, вот. И еще момент, что эта ниша, она всегда была завязана на производстве. Я просто думал, завязана на LTV, сейчас скажешь. Да, 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 потому что как только мы, ну, чтобы тебе было понятно, на дистанции в два года и, по-моему, в три с половиной или четыре тысячи заказов, да, там средний чек очень высокий, поэтому, вот. И у нас было только два факапа, которые были, ну, не совсем на нашей стороне. То есть такого, что мы не довезли, ну, то есть, ты понимаешь, да, что это очень такая цифра. Да, если такой, а, не, мы в пробку попали, да, будем через два часа. Не-не-не-не, этого не было, этого просто не было, потому что всегда мы, ну, где-то полагались на удачу и на божью милость, да, а в основном мы закладывали просто час всегда к заказу, прибавляли и смотрели прогнозы. Трафик там какой был? Трафик, ну, в какой, смотря в какое время, когда я уходил, это больше, сейчас скажу. Контекст, СИОшка. А, ты имеешь в виду источник трафика, контекст, СИО. Мне повезло с тем, что партнер, с которым я начинал этот бизнес, он был СИОшник с 15-летним стажем, вот. Ну, и контекстом довольно неплохо владел, вот, поэтому здесь через два-три месяца уже поперла органика. Ну, это тяжелый бизнес. Это, первое... Эмоционально, эмоционально, нет? Нет. Ну, смотря как, ну, как к этому подходить, вот, нет. Я иногда так задумываюсь, у меня тоже, вот, как я в офис еду из дома, у меня там есть одна, там, контору ритуально открыли, вот, там, видно, владелец у него то одна тачка, то другая тачка, то третья, ну, все нормальные тачки, я думаю. Ну, ты немножко не путай, все-таки ритуальная контора, которая занимается похоронами от и до, это один момент, у нас была своя субнишка, когда это либо венки, там, да, когда, как правило, это люди немножко отстраненные от горя заказывали, да, то есть это не непосредственные люди, которые там брата, сына там потеряли, там, а, ну, дальние родственники, коллеги, соседи там, или друзья, бывшие одноклассники. Вот, а это все-таки, ну, по-другому воспринимается. Ну, в целом, наверное, да, но тяжелая. Слушай, она тяжелая операционная, потому что каждый божий день ты не можешь отдать на аутсорсинг курьерку, там, ну, только уже в какой-то, ну, когда уже мы совсем заваливались и заказы какие-то были не очень срочные, там, с доставкой накануне, и был запас на подстраховку, мы могли себе позволить отдавать это через достависту, Яндекс.Такси, там, и так далее. Я представляю глаза Яндекс.Такси, когда ему крест грузит. Слушай, такси, это человек, который привык к всему. Который видел все. Который видел все, там вот вся драматургия, это и погони, и приключения, и боевики, и драмы, и эротика, там, чего хуй, и портография, что хочешь, и комедии с трагедиями, там, разыгрывающиеся на глазах, так что это довольно-таки... Ну, наверное, трупов чаще перевозил, да, чем крестов. Возможно, да, да, да. Тяжесть бизнеса в том, что у тебя на каждом заказе это небольшое мероприятие, под которое тебе надо подстроиться, и еще оно завязано на двух циклах производства. И еще это в Москве все это, блин, с пробками местными и так далее. Да, 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 с очень тяжелой логистикой. Хорошо. Так, ну я предлагаю из ритуального бизнеса вернуться. Да, да, это веселый, но давайте поговорим о чем-то веселом. Давайте мы поговорим о все-таки ЕКОМе, вот. Смотри, я просто сейчас хочу задать вопросы, тут просто даже есть про ТикТок, я думаю, хотел сказать, а ТикТок какой-то ниши работал бы, нет? Потому, знаешь почему? Потому что я в ТикТоке, есть один с Украины мужик, он владелец, продает там гробы дорогие, и у него там такие видосы с этими гробами, и у него там что только они творят, блин, там подписчиков тьма тьмущая. Ну я думаю, каково это, да, то есть прикол такой, ну подпишусь, а то мало ли что, да, то есть у нас же зачастую, как говорят, ну сейчас мы подпишем человека, прогреем его, блин, а потом он купит, я думаю, бля... Слушай, ну это очень специфический канал про продвижение для данной тематики. Ладно, давай мы с тобой поговорим вообще про трафик, вот про контекст мы поговорили, то есть контекст дорожает, он и будет дорожать, как мне кажется, потому что туда будут заходить просто те люди, у которых нормально всё построено с воронкой, с рэмкой, с повторными продажами, там с лояльностью и так далее, и так далее, правильно? Не факт, я думаю, что дорожает он как раз из-за людей с поведением, ну это сейчас без обид, но сейчас, неофит он часто ведёт себя, как обезьяна, давай-ка я на всё тыкну, и сейчас всё будет. Вот, а отсюда, это одна из причин роста ставок, или от компании с неограниченным бюджетом. Если у тебя какой-нибудь, я не знаю, там металлургический комбинат, который запустил производство вот крючка, S-образных крючков, да, то в принципе, если никто не контролирует этот канал, то маркетолог там тоже будет, ну не будет считать, наверное. Ну да, да. Многие на самом деле да и не считают, то есть тут же зачастую прикол не только про то, чтобы в первый раз опять же продать там, потому что я даже вот по себе замечал, то есть когда вот в те времена, когда у нас был роистат, там нормально всё настроено, то же прямая, прям смотришь, типа у тебя Яндекс.Директ убыточный канал, ты его вырубаешь, и у тебя на следующий месяц у тебя убыточник по ВКонтакте, по везде, почему? Потому что человек зашёл, да, он был горячий, его словил пиксель, он написал во ВКонтакте, и ты его даже не отследил, поэтому надо, мне кажется, везде работать. И раз мы говорим про везде, вот мы проговорили опять же, Сеошка, я вот каждый раз задаю такие вопросы, потому что все уже ноют, лет, я не знаю, давно, сколько я в Якоме есть, уже Сео умирает, умирает, никак не умрёт. Умрёт оно или не умрёт? Слушай, первый раз разговор про Сео умирает я слышал в 2001 году, нет, серьёзный разговор, там, в 2009 году, когда я работал, подрабатывал копирайтером по тематике натяжных потолков, ну, это сверхконкурентная отрасль, вот, умирала-умирала Сео, вот, а вот как был в первой, ну, в первой десятке, ну, иногда в двадцатку вываливается этот сайт, так он и остаётся. Потому что, почему? Потому что им занимаются. Ну, я согласен. И трафик с него идёт, и, ну. Да, потому что у меня, в принципе, в магазинах Сеошка, это основной канал продаж, продаж, и, причём, даже более того, с этого канала продаж ты начинаешь кайфовать, потому что ты денег не заносишь никуда каждый месяц, ещё, когда ниша не сверхконкурентная, вот, типа моих, да, ты ещё и сам всё это сделал, у меня Сеошника никогда не было ни в штате, ни в найме, и ты такой сидишь и кайфуешь с того, что люди просто покупают. Слушай, ну, у меня здесь есть субъективное ощущение, которое основано, прям, ну, на таком поверхностном опыте, что это как-то связано с строительством бренда. Отчасти, да, это всё вместе взято, это же в том числе и социальные сети, это же во многом всё влияет, то есть даже не то, что, ну, не так, что, знаешь, там, типа, ко мне заходят по бренду, ну, типа, там, я не знаю, там, Шампур Казан, да, у меня есть магазин, то есть, нет, народ покупает не просто Шампур Казан, но то, что люди заходят, потом они зависают во ВКонтакте, потом они переходят, то есть это же всё в куче работает, и поэтому получается такой результат. Просто есть куча людей, которые, они, знаешь, типа, вот, я сделал сайт, я там прописал заголовки, там, заказал у копирайтера текст, а он в топ не лезет, что за херня? Я говорю, ну, а ты что ещё сделал, там, рекламу какую дал, мне ничего не давал? Я говорю, а с хера он туда, там, ну, он, тебе его подняли на один-два дня, как бы, и ушёл он назад, потому что у тебя там никто ничего не купил, у тебя никто ничего не заказал, у тебя там поведенческих факторов никаких нет, и ты говоришь, что SEO не работает. Нет, ну, для того, чтобы SEO заработал, с ним надо очень долго и упорно ковыряться, да, то есть, ну, мы сейчас понимаем, да, что оно зависит не только от количества, там, вот, перелинковок, там, да, там, этих перекрытий, ну, покупных ссылок и так далее, как-то более старые, Количество символов, которые набили. Да, количество символов, там, оно зависит от того, как, насколько человек, там, провёл времени на сайте, там, какое количество человек, там, по какому каналу оно пришло, там, да, ну, какая конверсия, там, я не знаю, вот, всех лгг, ну, то есть, я не шаман с бубном, чтобы понять, что в голове у разработчиков алгоритмы у Яндекса и Гугла, вот, но предполагаю, что там, ну, какие-то целевые действия должны были быть совершены, то есть, какая-то субъективная оценка юзабилити, вот, ну, это работа над сайтом, это работа над контентом сайта, это работа над удержанием клиента над сайте, это работа над юзабилити, да, это работа по каким-то перекрестным ссылкам, которые никто не знает, как влияет, ну, то есть кто-то знает, как влияет, я не знаю, но очевидно, что без нее тоже нельзя, поэтому SEO, по-моему, живое и живее всех живых, правда. Опять же, либо ты разбираешься сам, либо платишь прорву бабок с негарантированным результатом. Да, вот это меня всегда бесит в SEO, то, что у тебя нет никогда гарантированного результата, и вот эта вся история, у нас есть третья сторона, это Яндекс, Гугл, да, там, и поэтому мы ни на что не можем влиять, я думаю, блин, у меня тоже есть третья сторона. Нет, ну, здесь, нет, рецепт на самом деле здесь есть, подрядчик, если есть, позволяет, средства нанимать надо, вот, ну, ты сам вникай, то есть это работает во всех отраслях абсолютно, да, то есть если ты приводишь хороших мастеров и говоришь, ребят, сделайте красиво, вот, ну, вы получите на выход их херню, вот, если ты, как бы, смотришь и показываешь хотя бы, то, что ты делаешь вид, что ты разбираешься, говорят, вот здесь плинтус неровный, здесь, там, стена не выровнена, там, здесь план проводки не сделан, то, ну, как бы, люди уже будут к тебе по-другому относиться, ну, так же и с подрядчиком по, там, маркетингу, по SEO, по контексту. Окей. Вникайте. Дальше я вот хотел бы поговорить про такие каналы трафика, как социальные сети, да, и в частности, вообще, вот, про все социальные сети, какие-то тренды в социальных сетях, в якоме, потому что, ну, я вот, допустим, смотрю, инста, да, там, свою шоппинг-платформу, ВК, уже там свои магазины внутри, они туда, что только не подвязывают, я даже сейчас там в группе нахожусь, там, интеграции с CRM-ками, они там пилят и так далее, то есть, что будет в социальных сетях с e-com, вот, дальше? Слушайте, ну, здесь у меня компетенция не то, чтобы, прям, блещет, вот, но я могу сказать, какие, для каких ниш это востребовано, да, как ни, раньше это было исключительно и только прерогатива сегмента, ну, ювелирка, там, не обязательно связанная с драк-светметом, вот, кстати, сейчас я думаю, что это взорвет рынок, потому что, ну, уже можно что-то доставлять и продавать, ну, да, из этой области, вот, потом, ну, понятно, фэшн, понятно, что это косметика была, вот, сейчас, прям, я вижу, что DIY попёр, ну, то есть, там, мужики, я знаю, как пользоваться этой дрелью, сейчас я вам всем покажу. Мы сейчас, знаешь, мы сейчас новый проект по DIY запускаем, это свари пиво сам и самогон сам. Я подпишу всё. Тоже по факту DIY же, я сейчас такой подумал, думаю, так это же DIY, точно. Да, у нас были такие посетители, которые, я сейчас не помню, как называют, но аппараты по самогоноварению, и у них канал продвижения был, именно они просто показывали, как это правильно делать, там, хорошие записи, прикольные, весёлые, вот, которые показывали, как это делать. Что касается, ну, конкретных механик продвижения в соцсетях, там, на какую кнопку нажать, там, какой функционал добавился. Вот, ну, есть специальные люди Ковырялкины, там, ну, извините, ребят, вот, которые умеют всё это делать и настраивать, вот. Ну, тут надо посмотреть на нишу, вот, какой нишей вы занимаетесь. Вот, ритуалка, могу сразу сказать, тогда, ну, не выстрелила в этом направлении. Вот, у нас было направление по обычной флористике, ну, мы его просто операционно не потянули, мега перспективное, вот. Там это вообще на ура, то есть, чуть ли не с первых постов в инстухе, там уже что-то, какое-то шевеление пошло. Хорошо, по поводу дальше социальных сетей. Сейчас прям тренд, вот, я сейчас был на суровом питерском СММ, и прям отдельный поток под ТикТок, и прям там масса народу. Прям ТикТок, ТикТок, ТикТок. Что думаешь про ТикТок? Ну, надо прокачивать. Надо прокачивать. Ну, однозначно. Да, потому что я тоже так думаю, и более того, даже сейчас вот таргетолога взял, вот приеду с подкастов, будем все настраивать, рекламу уже, да, то есть, прям нормально, массивно. Блин, мне понравилась идея с DIY, я прям не могу, потому что мы вот сейчас прям запускаем, я уже пиво сварил первое, оно вышло отлично, я думаю, так это же точно, это же DIY, блин. Как это я прям не подумал, я просто, ну, товарка. Ну, приглашай на дегустацию. Да, товарка, в Орел, да, как раз? С удовольствием. Хорошо. Так, следующий такой, вот я хотел бы поговорить по поводу ковида, то есть, у нас ковид, как ты считаешь, он прям сильно помог Екому? Сильно, однозначно сильно. Тут я выделил бы два момента. Момент первый, это рутинизация покупок через интернет, вот, то есть, те люди, которые раньше покупали мало, стали покупать больше, вот, а те люди, которые раньше, в принципе, ну, покупали много, стали покупать только в интернете, ну, или в основном в интернете. Те, кто не покупал, попробовали этот канал, ну, а вынуждены были попробовать, или там, ну, если это пожилые люди, они это сделали через детей. Ну, во всех категориях был гораздо быстрее сломлен барьер или шаг на следующую ступеньку, как хотите называйте, для того, чтобы заказывать больше и чаще. Это был прям большой психологический барьер преодоления. Ничего страшного, оказалось, что через интернет можно заказывать, тебя не на каждом шагу наебывают. У нас там, по-моему, можно так выражаться? Да, можно. И там не одни какие-то мошенники сидят, тебе все привозят, и это, оказывается, сука, удобно. Второй момент, это то, что это огромный толчок дало для того, чтобы у нас получила второе дыхание инфраструктура. То есть логисты просто получили какую-то, можно сказать, вторую молодость. То есть были перегружены все логистические компании. Все, наверное, помнят, как в первые дни пандемии мы ждали товара по одной, по две недели. То же самое касается карточных платежей, когда эта болячка была для людей непонятна. Все прям боялись передавать что-то из рук в руки и так далее. Стали заказывать по предоплате. И тоже показывается... Многие еще отрубили вообще просто у себя. Ну, это я про крупняк говорю, ой, это мы поговорим про крупняк, когда Акит, чтобы пункты выдачи не прикрыли. Ну, это хороший лоббистский ход был, да, сказали, все, теперь только вот заказ по предоплате. В Европе, в Америке уже давно так, вот, это, в принципе, без всякой пандемии, вот, здесь наш крупняк попробовал и тоже все поняли, что ничего страшного не произойдет. Ну, то есть на выходе мы имеем то, что люди перестали бояться покупать через интернет, там, кто раньше боялся, вот. И мощности, логистические мощности, как ритейлеров, так и аутсорсинговых служб доставки, там, и складов, да, выросли кратно. Ну, да, я, причем, мы всю пандемию работали, у нас была доставка продуктов по городу, и у нас с нами в одном офисном центре сидит Аймэль как раз, вот. И у них прям как вот пошла ковид, у них просто капсдец, просто их завалило. И, причем, я так думаю, вот сейчас тоже по поводу логистических, то есть, вот у нас большая часть заказов это в ПВЗ. Почему? Потому что у нас, как всегда, курьер, это прям вот главный начальник в твоей жизни, да, вот. Ну, ты от него зависишь. Да, да, типа, а я приеду в 10.30, да, ну, нет, не в 10.30, нет, так не говорят, я приеду с 10 до 18, вы дома будете? И ты такой, ну, не знаю, да, как бы, ну, тогда я завтра приеду, да, тогда я завтра позвоню, то есть, я думаю, в этот момент как раз... Или не позвоню. Да, или не позвоню, да, или приезжайте сами, забирайте в ПВЗ, вот, и... И вообще я вам здесь не нанимался. Да, 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 вот. Я думаю, в тот момент как раз-таки курьеры такие прочувствовали, что, оказывается, можно не просто взять деньги за доставку и оставить его в ПВЗ, потому что клиенту неудобно, видите ли, да, там его время, вот. А они начали все-таки больше ездить. И вот, смотри, то есть, получается, Еком выиграл с этого, я тоже считаю, потому что у нас, опять же, у нас количество наложек, оно прям минимально стало. То есть, народ реально понял, что ничего страшного нет платить, то есть, тебя не будут правильно там, да, как ты сказал, на каждом шагу наебывать, как это там было раньше и как все это считалось. Как вот сейчас человек, если хочет залезть на Еком, как ему сесть на шею вот этого ковидова, да, вот, то есть, это же прям, может быть, какая-то отдельная сейчас бизнес-модель, чтобы вот чисто вот, ну, насчет ковида, да, вот, сесть. Я думал об этом, ну, об этом не только я думал, об этом вообще много говорили. Дело в том, что вот этот ковид, он сформировал некую культуру коммуникации, общения, гигиены. Ну, понятно, что осталась категория, которым на это, ну, наплевать, и они нечувствительны к этому, вот, но у кого-то пожилые родители, у кого-то повышенное там чувство социальной ответственности, вот. Вот, и если компания-продавец там или ИП-продавец позиционирует, что у них ковид-безопасная доставка, вот, что там курьер обязательно приедет в маске, что он там не будет контачить, ну, там, для определенной категории покупателей, это, конечно, принципиальный вопрос, вот. Вот, поэтому, ну, грех этим не пользоваться, то есть это точно никого не от... ну, старинная еврейская поговорка, используйте улыбку, она вам не стоит ничего и принесет в ряде случаев барыши. Вот, здесь точно так же, там, заставить курьера надеть намордник, ну, это просто вопрос личной коммуникации, я говорю про тех, у кого своя, ну, инхаус-доставка, вот. Приучить, ну, немножко перестроить бизнес-процесс, который не приведет к дополнительным существенным расходам, вот, это, к определенному, даст преференции. Почему я, как бы, тоже, знаешь, мы в пандемию, у нас, то есть у меня было три магазина экипировки для единоборств, и, естественно, мы все, то есть мы закрылись, в Москве, в ТЦ нам не попасть, мы товар даже забрать не могли, выручка упала до 2%, вот, до этого, и мы, в принципе, мы справились, знаешь, как, то есть мы открыли доставку продуктов, овощей и фруктов, все, в городе, и мы так хайпанули с того, что, ну, реально, то есть у нас все курьеры были в масках, в перчатках, короче. Мы все это там снимали, как мы там в масках, перчатках, и у нас прям было денег больше, чем с экипировки, короче. Ну, здесь важна последовательность, то есть тут надо последовательно натрючить персонал. Да, и мы прям вот на этот счет, мы прям очень прям, мы просто, мы хайпанули, мы весь локдаун просто вся жопа в мыле, там, просто кобздец, то есть, ну, мы вот так вот выжили, на самом деле, прям очень даже хорошо. Я просто, что, я ковырялся в телефоне, я тебе хочу показать у нас, вот ты говоришь, там, на тренды, да, ковида, вот у нас сейчас пост вышел, да, там, грубо говоря, у вас нет своего QR-кода, возьмите наш, и там ссылка на наш магазин, я думаю, мы зашили туда UTM-ку, короче, и посмотрим, много ли людей применит, короче, наш QR-код при входе в магазин или кафе. Слушай, ну, такое веселое, симпатичное, безобидное пиратство. Ну, да, 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 вот. Партизанщина, молодцы. Смотри, по поводу ковида, мы по ним, мы, ну, решили, что у нас, грубо говоря, ковид помог якому, но ковид, по-русски говоря, поднасрал розницы, да, то есть я человек, у которого есть розница, в том числе в Москве, где аренда достаточно дорогая, по орловским меркам, вот, а по московским копеечная, но все равно, то есть, что делать дальше, вот мы сейчас, сидим на недельном локдауне, и опять же, да, там, всякие слухи ходят, что это не недельный локдаун, да, что делать с розницей, может, ну, и нахер тогда? Слушай, ну, здесь вопрос простой, у нас, когда власти начинают считать между пиздец людям и пиздец экономики, всегда выбирают первый пиздец людям, пусть лучше пиздец людям, вот, поэтому, во-первых, этот локдаун длинным не будет, ну, максимум, ну, там, еще неделя, но никто не будет. Там уже пилить сук, на котором сидят, вот, ну, и ситуация уже не настолько драматическая, как это, как она, не кажется такой драматической, какой она казалась, там, в первые дни пандемии, там, когда непонятно было, с чем мы имеем дело. Ну, да. Вот, во-вторых, ну, две недели в году, это очень неприятно, но это не смертельно, вот, поэтому, ну, тут только один совет, сжать булки, вот, перетерпеть, вот, попробовать добазариться с арендодателем, вот, ну, и продолжить работать. Не, просто даже, вот, тут, знаешь, вопрос же не про то, что, вот, ну, будет дальше, мы будем сидеть на карантине, не будем мы сидеть на карантине. Ты про судьбу розницы в целом? Да, я просто думаю то, что, ну, вот, опять же, простой пример, 19-й, как замечательный год, да, то есть, у нас выручка в рознице и чистая прибыль розницы была сильно выше, чем после ковидной. А e-кома сейчас стало, ну, больше, то есть, мы говорим, что люди привыкли покупать, люди поняли, что их там не наебывают, да, то есть, и, соответственно, встает вопрос, то есть, возможно, если людей, вот, сейчас карантин, да, там, на неделю, на две, еще больше людей все равно уйдет в e-ком, да, то есть, ну, начнет пользоваться, там, своим телефоном, как инструментом для покупок. Может быть, в итоге мы придем к тому, что если у нас будет сейчас локдауник, да, то есть, не важно, да, там, неделя, две, месяц, и придем к тому, что розница вообще нахрен не нужна. Просто мне часто задают такие вопросы, да, на что я, как бы, говорю, простой пример, ну, я маленький человек, ну, не в смысле размеров, да, то есть, а в плане это, в плане бизнеса, я говорю, ну, слушайте, возьмите любой торговый центр, где аренда миллионы, и там бренды огромные представлены. Есть два варианта, либо там дураки сидят, которые не умеют деньги считать, либо они что-то в этом все-таки понимают, и поэтому они там присутствуют. То есть, мы же не видим тотального бегства, да, там, я не знаю, с торговых центров Москвы, то есть, все, как было полная аренда, так и есть. Смотри, следим за руками. Во-первых, тренд перетекания из оффлайна в онлайн, из обычной розницы, из оффлайн розницы в e-ком, он был до этого. Вот, то есть, это, как бы, неизбежность. И так, и так, соотношение обменялось в пользу e-кома, и оно будет продолжать меняться. Просто пандемия этот процесс ускорила, ускорила сильно, да. Второй момент. Есть понятие омниканальная торговля. Вот, есть понятие синергия каналов. Она применима, ну, в первую очередь, она используется, и к этому термину апеллирует, крупный бизнес, ну, про который ты говоришь, который многим миллионов платит за размещение в торговых центрах. Но точно так же это работает и в малом бизнесе. То есть, синергия двух каналов, она дает кумулятивный эффект. Там, как раз тот случай, когда дважды два равно шесть. Или там пять с половиной, да. Или четыре, два, или пять с половиной. Вот. Иногда она не дает. Но здесь надо, как бы, уже разбираться в мелочах и в деталях. Да, там, если у тебя точка мертвая, там, и она стоит, выходит окнами во двор, там, и дверью, и у тебя дверь всегда закрыта, и продавщица тупая. Ну, это не говорит о том, что розница не работает. Это говорит о том, что, ну, надо сменить локацию, там, может быть, товар не прет. Ну, тут, как бы, уже все про это давно сказано. Вот, то есть, у тебя онлайн-канал дает трафик в оффлайн-канал, а оффлайн-канал делает конверсию онлайн-каналу. Согласен, да. Ну, так что здесь дискуссия, она беспочвенная. Ну, да, на самом деле, знаешь, то есть, я живу вот сам, я из Орла, и у меня прям до этого всегда было четкое желание открыться в Москве, да, потому что... Ну, это челлендж, я так понимаю. Да, это в первую очередь был челлендж, но, с другой стороны, я сейчас также понимаю, что почему, вот у меня возникает вопрос, закрыть магазин в Москве или нет. Нет, почему? Да, потому что мы, как минимум, пассивошки тогда в топе здесь, раз мы здесь, как минимум, логистика в Москве проще, как минимум, человек, Москва, как бы такой город, когда он, я не знаю, с юга на север, не поедет человек за кимоно, но он может заказать доставку день в день, и тем самым, то есть, мы повышаем свой онлайн, ну и опять же, да, там, у нас же до того логистика бывает бредовая, что вот у нас там Москва, Орел, Курск, и она из Курска в Орел едет через Москву, да, то есть такое у меня случайно. частенько, то есть у меня сейчас там в Питер идет из Орла, одно письмо идет Орел, Москва, Питер, а другой идет Орел, Белгород, Воронеж, и я не знаю, куда оно дальше пойдет, да, а из Москвы все сразу идет к покупателям, вот что хорошо, именно поэтому я отчасти здесь. хорошо, мы подходим на самом деле уже ближе к концу, но это еще далеко не конец. У меня такой вопрос, вот человек хочет, да, то есть у меня большая часть, как я вот говорю там подписчиков, это все равно сочувствующий бизнесу, к те люди, которые хотят что-то сделать, пытаются что-то сделать, вот у них нет никакого опыта, как им попасть вообще в E-ком, да, то есть, что им надо сделать, чему им надо научиться, как им сделать свой E-ком, скажем так, в общем. Это очень хороший и правильный вопрос, сочувствующий E-кому, да, я тоже, кстати, этой категории очень сильно сочувствую, потому что в свое время сам к ней относился, ну, я, наверное, дал бы несколько практических советов, вот, запросите, первое, калькулятор, да, вот, и первичными знаниями по директу, дальше вам уже, второй момент, забейте на свою интуицию. Вот, то есть, вы ее один раз воспользовались, дальше любую гипотезу надо проверять, если у вас есть убежденность, что какая-то товарная категория попрет, ну, посмотрите в директе, сколько людей там ее, или в Эдвардсе там, сколько людей ее запрашивают, вот, и сколько стоит клик. Так, оценить, ну, жизнеспособность этой гипотезы путем, ну, просто простой математики, да, то есть, если у вас плюс-минус, она где-то как-то по нулям сходится, дальше, ну, пробуйте, вот, но пробуйте как? Не начинайте никогда с того, что вы сняли офис, вот, кого-то наняли, вот, купили товар, нет, вообще забудьте про это. Вот, есть платформа, там, InSales, Advanced Shop, там, еще какие-то SaaS-платформы, которые, в принципе, простые конструкторы, не требующие капитальных вложений на разработку. То есть, не надо сразу, там, брать, бежать, брать кредит, покупать товар, там, за 300 тысяч заказывать какому-то знакомому, ну, даже за 50 тысяч, заказывать кому-то SEOшнику, там, разработку, полгода впилить функционал, нет, ну, сделайте простой сайт, вот, с простым, с минимальным функционалом, разместите товар и запустите рекламу на него в директе. Вот, ну, с директом придется немножко помучиться, но у Яндекса, в принципе, прямо в онлайне есть хорошие обучалки, вот, ну, может быть, в принципе, не лишним было бы заплатить немножко денег, там, на какой-то курс, там, пройти, вот, ну, up to you, можно и самому разобраться. Вот, ну, а дальше, если у вас, подключите телефонию или, ну, все-таки лучше прямой номер дать, вот, и посмотрите, идут ли у вас звонки, вот, и что говорят люди. Если у вас даже экономика, пусть этот минус, там, условный, небольшой, вот, как-то срастается, то тут уже можно начинать пробовать, но не предостерегу вас от того, чтобы покупать, там, контейнеры, вагоны, там, вкладывать последние деньги, которые у вас есть. Побудьте немножко в минусе, то есть, если вы, знаю, понимаете экономику товара, что здесь закупка, там, стоит, не знаю, там, полторы тысячи рублей в опте, вот, но в рознице он продается, там, за, там, три с половиной, да, ну, два раза продайте, вот, поставьте у себя за три, там, купите за три с половиной, и прежде чем, ну, поймете, что, ну, дело идет и работает, да, то тогда уже, ну, переключайтесь на оптовый, ну, или, может быть, поставщик окажется лапочкой и будет вам отгружать, там, по одному товару, там, ну, или по дропшиппингу, или еще по какой-то такой вот щадящей схеме, вот, может быть, чуть подороже. Ни в коем случае не валивайте все бабки в свою идею, сначала ее проверяете. После того, как первые три идеи у вас загнутся, вот, пробуйте третью, четвертую, пятую, да, ну, везет тому, кто везет. Что такое вообще возможность, да, это когда вы тыкаетесь, 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 вот, и когда вы уже, там, вот, ну, знаете, куда тыкаться, да, видите дырку, и туда уже ныряете, все, вот, ну, вот, такой вот незамысловатый совет, и не останавливайтесь. вот прям как я все говорю себя на youtube канале я сейчас что сделал не украл твои идеи не 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 наоборот все очень классно все очень правильно потому что большинство людей как раз таки начинает с того причем много людей которые закупают в китае в начале товара потом уже такие и чё нет у меня был такой пример когда двое парней у меня работали в качестве сейлзов вот они наблатыкались по и ком тематике я всегда своих сотрудников стараюсь прокачивать чтобы они на одном языке с клиентом разговаривали вот и сделали ровно то все наоборот тому что я сказал они купили так они сразу закупили сняли офис они закупили товар товар был скоро портящиеся цветы с дорогим трафиком вот ну они себе сделали должности анонсировали их фейсбуке и дальше выкинули томительное ожидание ну как-то они там улетели в как минус вот ну поковырялись еще полгода стали умнее они молодцы в этом плане они сразу лапки не сложили вот но такой поучительный пример неправильного старта окей где вообще этому можно всему научиться то есть вот может быть какие-то курсы да то есть или вот ну просто знаешь сейчас прошлый человек с которым мы записывали подкаст он был из инфобиза да то есть инфобиза он продюсер то есть он прям плотно известный человек в этой истории и допустим есть те кто жестко топит за инфобиза есть те кто жестко топит за то что надо во всем самому разобраться то есть есть youtube есть там яндекс есть там google есть у яндекса обучающие видео и так далее то что ты говоришь это фрагмент знаний вот целостного курса я к сожалению не знаю есть был такой курс у не металлогии вот он прям на но это был по моему в пятнадцатом или шестнадцатом году я даже сейчас ну не по не до конца понимаю насколько он актуален но многие вещи про которые говоришь ты про которые говорю я там были сказаны про ну тестирование гипотез и так далее вот он стоил денег а вот каких не помню вот ну посмотрите может быть что-то у них осталось или есть похожие истории про целостные курсы еще ну наверное я бы вас предложил присмотреться к на road show in sales которые по городам и весям все я там великой малой белой руси там казахстана ездит но они правда ездят по городам миллионникам все-таки а вот и они недавно варил при а нет это не я не верил я очень надеюсь что скоро орел станет городом или городом миллионникам моды я очень на это надеюсь все большие большие высюки там и так далее вот и что они туда тоже приедут и они рассказывают них много контента про то как начать и более того внутрь кулуарах конечно же они дадут хорошую экспертизу у них вообще принципе очень хорошо заточенная платформа под начинающих вот и там на уровне поддержки уже можно получить много хороших полезной информации такая же экспертиза дается ребятами из примерно такого же уровня дается ребятами из адвантшопа но на insale ссылочка партнерская с промокодом будет в описании то что я сенсил сбухают не значит что я не я рекламировать только их я знаю что есть вот они вот это общину не реклама это совет вот есть вот адвантшоп есть еще несколько cms которые ну занимаются чем-то похожим не но я скажу просто по себе то есть я партнер in sales то есть у меня много да там по партнерской ссылке открыты магазинов у меня у самого большая часть магазинов на insale именно поэтому это просто удобно потому что можно реально вот там я делаю там сайта с оптовой там за день я могу все это легко собрать по поводу обучение адвантшопа кстати на и комакс по ним не подарили книжки и они вот тоненькие такие небольшие блин вот прям реально советую я вот одну прочитал по поводу пути клиента по он называется ли воронки то есть они по-моему продаются на литрессе посмотрите я думаю на энд ваш на адвантшопе будет про них вот камель мулин там да 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 вот я советую потому что там вот реально простыми словами написано как работает интернет-магазин как работает воронка продаж и как работает реклама куда ты вложишь деньги что ты получишь сколько стоит там клик и как это все вместе собрать вот прям вот знаете вот как вот раньше были истории типа и ком для чайников вот это так вот это такие книжки то есть прям реально хорошие вот мне подарили я часть книжек разыграл часть у меня дома есть и вот прям советую вот но платформа in sales не на платформа in sales тоже наверное я подписался под этим потому что я тоже на ней существовал долгое время там чем преимущество что я ну являясь потомственному гуманитарием вообще это как оскорбление в нашей среде звучит я какие-то каких-то вещей там допер интуитивно да у меня была поддержка виде партнера там который очень хорошо и здорово в этом разбирался и разбирается да но это интуитивно понятно штук которая ну в целом очень просто дает разобраться дундуку вот как и что сделать а если нет то там большой они очень здорово вломились в партнерские истории вот у них за какие-то очень умеренные деньги там целый там пул разрабов которые там допиливают что-то там функционал вот или за тебя там вообще там могут часть работы сделать но это не сильно дорого там да да там даже поддержка есть которую просто можно писать я вообще к чему это говорю да если мы сейчас из времени убиваемся то вот я со с истории рекомендую потому что там не надо вот покупать вот какую-то коробку которая тебе ну там ты и купил там за двадцать тридцать пятьдесят там сто тысяч и еще пять раз постолька же вломил человеку который ее там под тебя допиливает это отсутствие капитальных вложений в принципе исполнили себе достаточным функционалом то есть я вам будет разрабатывать то что там уже есть ну да я согласен абсолютно причем на самом деле любая сас платформа тоже мне кто-то вот это же заинсел стоп но я топлю потому что это много магазинов вот и все смотри последний вопрос какие советы ты можешь дать мне чтобы мне вырасти но не так смысле вырасти так уже хватит расти да в плане вот ну ты слышал да у меня вот 500 до 1000 заказов в месяц вот что мне надо сделать такого чтобы у меня грубо говоря все стало еще лучше и чтобы для меня логистика там стало интересной я могу по своему опыту сказать есть во первых расширение категории и вот во вторых мне кумулятивный эффект дало добавление дешевых категорий которые казались они рентабельные то есть мы когда мы убрали отсечку там минимальный заказ то оказалось что через дешевые товары ты себе генерируешь очень хороший качественный трафик с хорошим выкупом из хорошей клиентской историей на продолжение вот потом человек заходя через поиск или через контекст или там счет каким-то каналам на дешевый товар он блин они купить ли мне еще и дорогой то есть это формально ведет к снижению среднего чека по факту когда мы там по прошествии там двух трех месяцев я посидел посчитал то привело к дару незначительному снижению среднего чека но к увеличению выручки вот и как итогу и маржинальность вот и там не сходилась экономика в ряде позиций по заказу то есть там некоторые заказы были минусовыми вот это большой соблазн рождает большой соблазн отключить эту категорию вот потому что ну хрен ли я поеду вот с этой фигней там за 700 рублей там на другой конец города там и так далее вот но это то что курьер там у тебя начинает ныть то что там партнер там может там лицом в этот кнуть вот но тут важно перетерпеть и посмотреть на дистанции что происходит это один из моментов ну второй сейчас будет борьба уже за клиента вот то есть это удержание вот программа лояльность но тут главное с ними не переборщить то есть они в чем-то таком там должны заключаться как более интересные условия по апсейлу вот или по ну дисконты ну скидка вообще плохое ругательное слово забудьте его вот ну может быть какие-то подарки ништяки там маневр с бесплатной доставкой которая на самом деле суть тоже скидка вот и работа с базой то есть если это небольшой магазин у вас есть на на самом деле преимущество это точечная работа с клиентом то есть часть клиентов вообще знаете по именам они вам хорошо знакомы и ну прикидывайте что могло бы быть людям интересно прикольно на самом деле вот сейчас мы запускаем магазин пивоваренье самогоноваренье да я такой думаю ну да слушай прямо интересная история про то что если человек хочет купить себе дрожжи для пива или для самогона они стоят типа в розницу 300 то почему вы этому человеку их не отправить там почты в конверте с бесплатной доставкой зная то что он у тебя блин потом будет покупать еще постоянно во первых это потом он созреет на какой дорогой аппарат и так далее блин да прям классно а как вообще вот с бесплатной доставкой то есть насколько как думаешь это ну просто вот но приведу простой пример вот в казанной в мангальной тематике то есть часть конкурентов на все говорят типа бесплатная доставка это думаю блин да там высокий средний чек и высокая маржа она просто заложена в стоимости то есть ну считаешь это хорошим инструментом или нет то есть допустим но приведу простой пример вот у нас магазин казан на мангальной тематике мы просто там я не знаю поднимаем там там на 200 300 рублей типа там ценник на казан там 200 300 на печку и говорим бесплатная доставка мне слово бесплатно вот не нравится понимаешь я меня с него трясти почему-то начинает то есть любой товар или услуга в моей голове они должны обладать какой-то ценностью но это мое субъективное объективно надо делать об тестировании считать конверсию и делать это на какой-то из продолжительной дистанции в двух-трех месяцев не полениться потому что у меня тоже был знаешь такой опыт в интернет магазинах когда мы отправляемся с деком ну и как бы у нас у с дека есть там ставка какая-то да там допустим там 200 рублей заказ у меня менеджер выставляет так как написано там начинается комиссия зато комиссия за это там где-то в вес не попали и в итоге у нас сумма таких потерь она составляла ну типа там 150 тысяч в месяц и за такое как бы давайте будем выставлять как надо да там или сверху еще накидывать вот начали накидывать все эти деньги появились другой страны думаю блин а если мы сейчас скажем всем что у нас доставка по всей россии там 200 рублей да мы уйдем в минус но повысим ли мы за счет этого свою прибыльность об этом мы узнаем только после оба тестировали тестирование типа ввести акцию как очень сильно от категории зависит ну тут надо своего клиента знать будет он жаться это же да по сути еще одна покупка это дополнительный платеж то есть соглашается еще на один ценник вот то есть ты можешь там найти товар который там да ну дороже но увидеть что там покупка 350 хотя привык там за 250 ее получать и это может тормознуть клиента надо знать нету здесь универсального совет ну или у меня компетенции не хватает его дать я думаю тут нету правильных ответов все надо тестировать поэтому на этой чудесной ноте мы закончим спасибо тебе большое что пришел очень рад был пообщаться мне очень понравилось спасибо что пригласил да друзья на этом все все ссылочки они будут в описании обязательно подписывайтесь на соцсети обязательно ставьте лайки пишите комментарии задавайте свои вопросы и делайте вообще максимально все чтобы это видео продвигалась в топ и на этом все всем пока пока все супер